Обо всем этом мы говорим далее с Олегом Устенко, экономистом, советником президента Украины. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Олег, вот обсуждая вот этот 12-й пакет санкций, который готовится, известно ли, что в него может войти действительно, если вот эти вот опасения Венгрии не напрасны, вот газовая, нефтяная, атомная сфера, и почему действительно очень важно наложить санкции именно на вот эти отрасли? В общем-то, если вы вспомните все предыдущие, до 12-го, 11 пакетов санкционных, в которых Венгрия тоже не высказывала восторга практически по каждому из этих пакетов, и тем не менее они все были приняты. В моем понимании, в большей части, как раз вот в случае, Венгрия качает ситуацию только с той точки зрения, что пытается получить для себя какие-то дополнительные бенефиты, и бенефиты для Венгрии более-менее понятны для всех членов Европейского Союза, и для всех наблюдателей, которые следят за текущим процессом, это просто дополнительные средства. Блокировка помощи от Европейского Союза в сторону Будапешта сразу же меняет вообще поведенческую линию Будапешта. Да, пытаются торговаться, да, пытаются вытянуть что-то себе дополнительно, все-таки не забывайте, что и бюджет Венгрии находится в постоянном дотационном состоянии со стороны Европейского Союза, как более слабая экономика Европейского Союза. Экономика Венгрии постоянно датируется, например, через систему дотации для сельскохозяйственных производителей, для фермеров венгерских, которые тоже активно поддерживаются за счет бюджета Европейского Союза. Ну и, в общем-то, практически любое такое обсуждение, в конце концов, упирается в деньги, но точно так же угроза не получения этих средств со стороны Брюсселя для Будапешта, она меняет поведенческую линию. Что касается санкций, которые вводятся по отношению к энергетическому сектору, да, были тогда исключения, связанные, если вы помните, по поводу нефти и газа, именно в отношении Венгрии. Но, тем не менее, процесс идет, и более того, все-таки, когда мы говорим и о 12-м пакете санкционом, который сейчас обсуждается, да и вообще все, что касается дискуссии касательно установленного уже потолка цен, например, на российскую нефть, вы знаете, что она продается по цене не выше, чем вот эта объявленная цена в 60 долларов, которую поддержал Европейский Союз. И сейчас идет дискуссия о том, что необходимо уменьшить этот ценовой потолок. Поэтому я слабо себе представляю, что может мотивировать Венгрию, например, по нефтяным товарам или по нефти как таковой, они согласны покупать нефть за 70, за 80, за 90, или они будут выдерживать эту стратегию, которая принята в целом Большой Семерка. Поэтому в данном случае никаких сомнений нет, они будут делать то, что принято Большой Семеркой, в части которой и есть и подпись Европейского Союза. И как раз пакет и 11-й, и 12-й, особенно санкционный, особенно 12-й санкционный пакет, он обращает внимание на то, что любая третья сторона, которая будет обходить санкции или обходит оговоренные или договоренные уже санкции, будет нести всю полноту ответственности. Я уже не говорю, что если речь идет по поводу частного бизнеса, то рассматриваются вопросы, связанные с уголовной ответственностью, а то, что касается третьих стран, которые могут пытаться обходить санкции, против них сами будут наложены санкции. И тут возникнет вопрос, а Венгрия действительно хотела бы рискнуть своим ВВП, а Венгрия действительно хотела бы рискнуть возможностью доступа к мировым рынкам или к рынку европейского Союза, частью которого она является. Мне кажется, здесь весьма такая игра на грани фолта, если хотите. Да, Венгрия пытается заигрывать не только с российской нефтяной и газовой промышленностью, но и Венгрия пытается еще и активно играть и заигрывать с атомной энергетикой, как-то совершенно забывая, какие риски несет сотрудничество, я уже не говорю просто с Россией, но именно с атомной энергетикой. В общем, они пытаются делать все как бы на перекор общему тренду, и не потому что они верят в то, что это, мне кажется, по крайней мере, здесь из Киева, не потому что они верят в то, что они делают что-то правильное и делают это совершенно искренне, веря в правильность того, что они делают, а вот они как раз пытаются зарабатывать дополнительные бенефиты и прежде всего в виде денег. Ну и уж, конечно, из ряда вон выходящим является эта встреча, которую провел премьер Венгрии с Путиным в Китае впервые за такой длительный период времени. Вдруг кто-то, кто представляет европейскую страну, встречается совершенно откровенно с Путиным в Китае, ну кажется совершенно ненормальным, и было уже много комментариев со стороны Брюсселя по этому поводу, и из Вашингтона, в общем, мне кажется, что, опять-таки, они пытаются играть, имея в том числе вот такой вот экономический мотиватор в виде попытаться выкачать, насколько это возможно, больше из Брюсселя. Но это воспринимается крайне негативно по всему миру, и достаточно вспомнить этот случай, когда украинскому воину боевики русские отрезали голову, и тогда же политико писало, что Венгрия как раз та страна, которая платит за этот нож, который есть у боевиков-террористов со стороны России, которые вот отрезали голову украинскому бойцу. Совершенно омерзительно и неприемлемо для мирового сообщества, для цивилизованного мира такое вот поведение со стороны Венгрии. Более того, если вы посмотрите, то, похоже, это понимают сами граждане Венгрии, но это не до конца или не понимают, или игнорируют как раз руководство Венгрии. А как вы считаете, вот только ли финансовые рычаги давления есть на Венгрию у Евросоюза, или какие-то другие, возможно, политические? Потому что после встречи с Путиным и критики Орбана по поводу Евросоюза, там прозвучали достаточно неоднозначные, или однозначные, наоборот, заявления от европейских лидеров о том, что если Венгрии так не нравится в Евросоюзе, она может попробовать из него выйти. Правда, тем более, что есть уже примеры желающих выйти из Европейского Союза и возможности реализации этого. Поэтому вот это заявление, оно точно не осталось незамеченным в самом Будапеште. Но просто, насколько я могу судить, по всем предыдущим пакетам, всегда Венгрия выдвигает параллельно какие-то требования по поводу средств. Но я считаю, что блокировка средств для Венгрии со стороны Брюсселя была бы совершенно правильным действием, и это было бы серьезным мотиватором, который бы, если хотите, давил бы финансово и экономически на Венгрию, заставляя ее принимать правильные решения, которые соответствуют тому, как идет понимание ситуации не только в Европе, но и во всем цивилизованном мире. Но вот и все предыдущие, еще раз повторюсь, все предыдущие пакеты, когда Венгрия пыталась вот таким образом играть в эту игру, они всегда пытались получить средства. И всегда Европейский Союз говорил, ну хорошо, мы заморозим выделение средств для поддержки бюджета Венгрии, и тут же менялась стратегия Венгрии. Будапешт, несмотря на вот эти все такие резкие заявления, которыми он вот так вот негативно славится, если хотите, последнее время, в конце концов, очень четко понимает, где его экономический и финансовый интерес, более чем четко. И когда идея доходит о том, что они не получают денег, тогда резко меняется поведенческая линия, что крайне сложно было бы объяснить в большей части политических систем европейских, но, похоже, все еще удается объяснять Орбану и его партии Венгрии. Ну так ли, вот в Венгрии действительно важны вот эти вот российские ресурсы, которые она так усиленно защищает вот от санкций, например, могла бы Венгрия жить, например, без российского газа, того же, например, или без российского атома, ну хотя мы знаем, что у них там АЭС, которые именно строились Росатомом, соответственно, они, по сути, как уже подсажены на вот эту вот иглу, и теперь обязаны пользоваться именно тем топливом, которое изготавливается в России, обогащается уран. И тем не менее, все равно, либо это все-таки больше именно игра в вот эти вот бенефиты, как вы сказали, попытка получить побольше, и где-то даже вот подыграть Кремлю вот в этой политике. Ну, как пример, Украина, равно как, кстати, и другие страны, которые в свое время активно сотрудничали с Росатомом, у нас до последнего времени, до начала агрессии России против нас, мы тоже активно закупали энергетическое сырье со стороны Росатома, Украина импортировала его, но все менялось быстро уже с приближением войны, и во время войны полностью изменилось. Есть всегда возможность заменить то сырье, которое приходило раньше из Росатома, это не единственный производитель. Вестингхаус – это то, что покупает Украина сейчас. Мы не покупаем ядерное топливо со стороны Росатома, мы его покупаем со стороны Вестингхауса. У меня, не будучи, конечно, экспертом в энергетическом секторе, но понимая, как это происходит в Украине, как это происходит в других странах, у меня, равно как и у всех других, может возникнуть вопрос, почему этого не делает Венгрия, потому что она преследует какие-то свои дополнительные интересы, она пытается играть против общего потока, вот, похоже, ошибочно думая, что от этого она может получить дополнительные бенефиты. Венгерская экономика не такая уж сильная экономика, я уже не говорю, что венгерская экономика обременена огромным количеством серьезных проблем, и самая большая проблема, на мой взгляд, которая есть в Венгрии, которая, по крайней мере, индикатором чего является теневой сектор экономики, это уровень теней в Венгрии. Если вы посмотрите большую часть независимых исследований касательно объема теневого сектора экономики в мире и в Европейском Союзе в частности, вы увидите, что Венгрия – это один из самых высоких уровней. Одни из последних исследований, которые были опубликованы, скажем, 2-3 года назад, показывали, что Венгрия – это самый высокий уровень в рамках Европейского Союза. Надо объяснять ли кому-то, что когда у тебя есть теневой сектор экономики, он не может существовать сам по себе, он существует в том числе и поддерживая политиков и системы через различные коррупционные каналы. Вот почему можно предположить, что высокий уровень теневого сектора экономики в Венгрии в том числе и выгоден той существующей политической элите, которая есть в Венгрии. И это тот, который качает средства, в том числе и для политической элиты. Хотим еще вот успеть вас что спросить. ЕС одобрил план передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Речь может идти о 5 миллиардов евро в год. Каковы ваши ожидания по сумме и по перспективам на этот счет? И станут ли эти деньги, могут ли стать эти деньги, эти депозиты, деньги с депозитов, замороженных активов постоянным источником помощи для Украины? Ну, просто на всякий случай скажу, что это речь не о депозитах, это об активах Центробанка Российской Федерации, которых заморожено в мире на более чем 300 миллиардов долларов. И действительно львиная доля как раз находится в Бельгии. Так вышло, что в Бельгии. И вот эти активы, это, скажем, ценные бумаги, облигации, они приносят дивиденды, они приносят какую-то прибыль определенную. Ну и вот похоже, что за вот этот период времени с момента заморозки они принесли несколько миллиардов долларов. То есть, когда несколько миллиардов долларов, да вот на эти замороженные активы. Поэтому идет два трека постоянного обсуждения. Это первый трек, и основной, это передача как таковых самих активов для компенсации того ущерба, который был сделан Россией во время ее агрессии против Украины. А второй трек, это использование вот этих средств, которые зарабатываются на эти активы. Это дивиденды, прибыль, которую приносят вот эти активы, которые находятся в замороженном состоянии. И если вот этот первый трек глобальный, который на все 300 миллиардов долларов, даже больше, касается всех 300 миллиардов или даже больше, которые заморожены, я думаю, что он достаточно активно решается. И, скорее всего, мы увидим его абсолютно полное решение уже в начале следующей, или в первой половине следующего года. То, что касается прибыли и дивидендов, да, вот этих бенефитов, которые получены на сам актив, они будут переданы Украине достаточно быстро. Я бы даже не удивился, если до конца года этот вопрос будет полностью решен, и деньги зайдут в Украину. Для нас важен и первый, и второй трек. Первый трек, вот этот глобальный, важен с той точки зрения, что Украину необходимо отстраивать, для отстраивания необходимые ресурсы, в том числе правильное, и это совершенно справедливо, использовать полностью тот ресурс, который был забран или арестован у агрессора, у Российской Федерации. Ведь там же не только эти 300-350 миллиардов долларов Центробанка, там есть еще 100-150 миллиардов долларов, это деньги российской псевдоэлиты, которая принимала решение, или так или иначе влияла на принятие решения по началу этой агрессии, против российской агрессии, против Украины. Но то глобальный трек, и то необходимо будет решать, обязательно, и оно решается, как я уже сказал, большая группа юристов, и наши, и международных, работает в этом плане. А что касается средств, вот которые, о которых вы говорите, несколько миллиардов долларов, возможно, до 5 миллиардов долларов, кто бы сказать, эта сумма может меняться, потому что ты не можешь никогда четко гарантировать, сколько актив может принести в тот или иной месяц, в тот или иной неделю, или в тот или иной день, или год. То есть это плавающая величина, но похоже, что вот она приблизительно будет находиться на уровне, насколько я понимаю, от 3% годовых. Это вот на то, на что можно ориентироваться, сколько приносит этот актив. И эти средства, как раз, вот эти дивиденды, вот эти прибыли, которые были получены на замороженные активы, их надо передавать немедленно для потребностей Украины, которые должны будут, эти средства должны будут покрыть так называемые программы быстрого восстановления экономики Украины. Это то, что называется fast-track recovery, быстрое восстановление, быстрое возрождение. Здесь идет речь о наиболее чувствительной части, критичной инфраструктуре Украины, которая нуждается в финансировании. И будет совершенно справедливо, чтобы для этого были забраны вот эти дивиденды, которые были получены на замороженные российские активы. И похоже, на это здесь уже абсолютно полный консенсус и разработан алгоритм и в Европе, и в мировых институциях, согласно с этим абсолютно полностью. Спасибо вам большое. Олег Устенко, экономист, советник президента Украины, был с нами. Мы обсуждали состав 12-го пакета санкций, как на него реагирует Венгрия, ну и поговорили о том, как вот депозиты с замороженных активов российского Центробанка, в частности, могут попасть и должны попасть в Украину для того, чтобы восстанавливать разрушенную Россию и же украинскую инфраструктуру.